Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции вирука следующая для всех тех людей, кто любит сладость, не может отказаться, но при этом у человека повышается кислотность желудка, он ничего поделать не может, не хочет себе отказывать в сладкой пище, любит ее, скажем так, злоупотребляет, вследствие чего у него что? Повышенная кислотность желудка. Итак, уважаемые зрители, давайте помнить с вами, здесь нам помогут теории пяти элементов, что желудок относится к элементу земля, и если мы хотим с вами выровнять свой желудок, либо лечить свой желудок, либо содержать свой желудок в норме, в чистоте, скажем так, ну в хорошей, скажем так, в тонусе, что необходимо? Необходимо кушать все те, скажем так, продукты, которые выращены на земле. Фрукты, овощи. Вот так вот. Не злоупотреблять животным, а злоупотреблять растительной пищей, вследствие чего желудок у вас будет всегда здоровым. Также мы знаем, что повышенная, скажем так, кислотность желудка является воспалением стенок желудка. Как можно снять простым способом воспаление желудка? Первое, крещенской водой. Второе, родниковой водой. Вот так вот просто. Третье, если нет ничего, тогда просто выпейте стакан воды, смойте вот эту информацию. Это самое-самое доступное средство. Ну, конечно, все будут кричать о диете. Мы скажем так, что подписчики нашего канала, все знают, что сначала нужно что? Кушать салаты, а потом все, что душа пожелает. Если у человека этот принцип нарушен, он начинает с мяса закусывать салатом, то это неверно. Сначала нужно есть все зеленое, все растительное, салаты побольше, а уж потом можно и шашлык, и мясные продукты. Если это у вас будет за основу, никогда вас желудок не подведет. Итак, также надо помнить, уважаемые зрители, что если человек злоупотребляет сладким, любит сладкое, он должен любить и кислое. И зачастую многие люди не любят кислое, те, кто любят сладкое. Потому, помните, кислое успокаивает поджелудочную железу, а сладкое воспаляет. А при чем здесь лекция о желудке? А при чем здесь поджелудочная? Потому как она тоже относится к элементу земли, и она является неотъемлемой частью работы с органом желудок. Если это орган желудок, нарушенный ритм и тонус, то поджелудочная тоже, что в зоне риска. Поэтому поджелудочную нужно содержать в норме. Чем может проявляться повышенная кислотность в желудке? Это может проявляться изжога. Откуда берется изжога? Изжога берется из-за того, что желчный пузырь начинает чистить все органы. Вот эта грязь, которая принесена со сладостью, начинает чиститься в средстве чего? Происходит изжога. Я знаю, что многие не будут со мной согласны. Но это согласно восточной медицине. Итак, чем может еще повышенная кислотность проявляться из-за сладкого? Тем, что у человека частенько болезненное левое подреберье. Обратите внимание. Ну и, конечно, расстройство желудочно-кишечного тракта, не только желудка. Потому что желудок принимает пищу, а уж потом все идет по цепочке. Чем может еще сопровождаться повышенность кислотной желудка из-за сладкого? Может сопровождаться тошнотой, рвотой. Ну это, скажем так, нормально для желудочно-кишечного тракта. И частенько, когда человек любит сладкое употреблять на ночь, это может сопровождаться вздутием, отхождением газов и болями в животе. Поэтому, помните, уважаемый зритель, те, кто любит сладкое, должен обязательно любить кислое. И обязательно помните, если вы хотите сладость, сначала позволите себе съесть живое, а потом, пожалуйста, ешьте, скажем так, вдоволь сладкое. Чем может точка ВГ-16, Фэнфу, нам помочь? Она нам может помочь, чтобы стабилизировать желудочно-кишечный тракт. Благодаря, что воздействуем на иньскую и яйнскую энергию, гармонизации энергии иньи-янь. Какая связь здесь? Желудок – это яйнская энергия, поджелудочная – это иньская. Две энергетики начинают между собой конфликтовать. А мы знаем, что точка ВГ-16, Фэнфу, что балансирует энергию иньи-янь. Так что ее можно брать во внимание при различных дискомфортах, болезнях, ну и расстройствах желудочно-кишечного тракта. Так как здесь встречаются две энергии инь и яйн, которые вы, уважаемый зритель, благодаря этой точке можете что-то сгармонизировать. Нужно здесь помнить, что все 12 миллионов отвечают за весь желудочно-кишечный тракт. Поэтому восстановление всех 12 миллионов в норму и в баланс инь и яй, длительного содержания этого баланса, приведет к полнейшему выздоровлению. Но потом, пожалуйста, не злоупотребляйте. Спасибо за внимание. Продолжение следует...